всем привет с вами бравос и сегодня если так можно сказать мы проведем обзор на зерно из линейки ассортимента магазина бравос меня зовут саша я работаю бариста уже три года я участвовал на различных чемпионатов такие как russian coffee cup brewers cup поэтому скольчаток понимаю уже в кофе вот и давайте уже перейдем как раз кофе какой у нас сегодня есть на столе итак первый лот будет эфиопия конжа затем гватемала регион не написано это декаб тоже интересно для людей у которых повышенное давление или просто проблемы со здоровьем всем подойдет потом гватемала пьедро анча у нас очень много это мало сегодня следующий это будет кения и и стоп и последний вот это у нас будет сумат рогая баланги вот честно на упаковках я не увидел метод обработки и всякое такое вот но есть отличная стука если вы можете перевернуть пачку вы увидите там qr-код по которому можете перейти и там у вас откроется видео курс по завариванию кофе я думаю это очень достаточно круто потому что это покупаешь кофе чаще всего ты вообще не знаешь что с ним делать типа в чему приготовить как вы готовите прочее ребята решили этот вопрос легко и быстро чтобы этот кофе попробовать мы поставим каппинг но сделаем это немножко интереснее чтобы вы получили какое-то так сказать какие-то знания по этому поводу мы сегодня проведем каппинг двух формат классический вариант и метод который придумали ребята из австралии это бариста хассел разница в том что шапку мы скрываем в классическом методе на четвертой минуте у ребят из бариста хассел на пятой минуте воду заливаем в классическом варианте быстро чтобы перемешать все частички бариста хассел наоборот вливаем воду медленно стараясь сделать это за минуту три чашки наполнить воды вот и везде берется классический рецепт это 55 грамм кофе на 1 литр воды то есть у нас сегодня роксы по объему 200 миллилитров поэтому мы будем брать 11 грамм кофе на 200 грамм воды температура заваривания 92 94 градуса вот ну в каким-то таком диапазоне это можно попасть даже не имеют точного чайника с термометром в принципе скептили чайник открыли крышку пару минут дали залили водой и уже приступаем дегустации ну что поехали кофе мы еще это не открывали мы его не пробовали поэтому все в первый раз самое любимое дело это отрывать в эту штучку меня и чисто удовольствие не знаю как большинство делает я могу при себя сказать мне всегда нравится аромат даже не смолотого зерна потому что там можно почувствовать всякие цветочные ноты там может кто-нибудь вспомнит там сухарики из детства или прочее но тоже обращайте на это внимание это тоже порой становится интересно в общем я сейчас позову сему а мне поможет смолоть кофе на ручной кофемолке помол для каппинга всегда используется грубой это будет похоже ну наш метки гречки вот ну примерно так все мы всем привет так и повторю тогда рецепт мы используем 11 грамм кофе бариста хассел тоже 11 до везде 505 грамм на литр вот единственное что вы можете делать чтобы был более однородный вкус перед каждый раз когда вы смалываете освежать помол то есть закинуть пару зернышек чтобы сменить зерно чтобы остатки прошлого не попадали вам новую чашку но тут как захотите делайте не сильно повлияет помолимся это будет тяжело это будет очень долго я устал одна из обязательных частей каппинга это попробовать кофе аромат сухого то есть вы смололи кофе и сразу же оценили аромат он немножко такой цветочный томат ненький ну немножко ягодный вот еще орешки напоминают если хотите добавить побольше точности в каждый момент вы можете ровно накладывают смолотый кофе по весам наливать воду также по весам вот но если вы когда знаете объем используемой тары в принципе вам весы не понадобятся только именно для смалывания кофе вот чтобы поставить хороший каппинг без весов вам не обойтись это стопроцент кофе мы смололи на себе ощутил всю боль ручных кофемолок немножко вспотел но бог с ним так чайник у нас тоже согрелся и сейчас мы будем заливать воду и будем ждать 45 минут чтобы скрыть шапку про шапочку я расскажу как раз в процессе можно мне чайник пожалуйста поход бойлинг вот и итак поехали 1 будем заварить классиком надо воду вливать быстро можно лить в край и все частички как раз будет перемешивать доливать до прямо до самого верха на самом деле это как чайная церемония поэтому нужно концентрироваться на своих действиях чтобы сделать по красоте все вот уже заливаем по методике ребят из бариста хассел воду я вливаю потихоньку на чашки немножко мешают ничего где-то в голове обитает мысль что мне с воды не хватит на последние две чашки но мы верим лучше вам пам-пам-пам воды не хватило ничего не будем расстраиваться всякое бываю 10 чашек один чайник это было сложно что за загаданные шапочки про которые я тут не раз уже упомянул как вы можете обратить внимание вот у каждой чашки сверху образовывается как раз шапочка вот это и есть кофейная шапка для чего она служит в принципе она сейчас удерживают тепло которое у нас есть внутри и то есть кофе начинает завариваться в чем разница например 45 минут для вскрытия как мы знаем что чем мы позже вскрываем шапку тем мы увеличим экстрактивность то есть наш кофе сильнее заваривается вот и посмотрим будет ли сильно это влиять как раз таки на вкус аромат кофе оценивается только в горячей форме перемешиваем шапку температура будет около 80 градусов это самая оптимальная температура для оценки аромата вот потому что самые легкие летучие вещества начинают испаряться и как раз бьют нам прямиком в нос чтобы нам скрыть шапки нам понадобится две ложки обязательно две ложки чтобы было удобно и равномерно ее снимать то есть мы берем их и вот так вот с края чин-чин-чин снимаем ну сейчас вы это увидите на практике круто на самом деле это сразу после того как вы размешали снимать эту шапку и реально круто когда рядом есть кто-то кто тебе может помочь это сократит процесс по времени вот на самом деле всем можно помочь начинай вскрывать я быстренько перемешаю эти чашки чтобы мы не тратили время от него что за что нет что я хотел сказать то что у нас не хватило воды на две последние чашки это ничего страшного для чего мы ставили 2 это просто для того чтобы сравнить как раскроется каппинг вот к сожалению на последние два лота нас не получится сравнить но я думаю в этом нет ничего криминального так как мы попробуем и так этот кофе все нам осталось два кофе у которых мы снимем шапку и уже спустя минутки 3-4 приступим к дегустации почему кофе нельзя пить сразу после скрытия шапок ну потому что он прям очень горячий вы просто все обожгете это раз во-вторых вообще ничего почти не почувствуете потому что очень горячий вкус ну очень горячую температуру сложно воспринимать на вкус вот поэтому стоит подождать минутки 4 из 10 минут уже обязательно приступаем к каппингу и желательно когда вы ставите каппинг лучше не трясти стол не поднимать не переставлять чашку потому что вы заставляете как раз кофейные частички двигаться при движении образуется энергия и кофе начинается опять завариваться еще быстрее это нам не нужно чтобы наш кофе не при не переэкстрагировался и чтобы мы смогли насладиться его вкусом как он есть и так время пришло начинаем пробовать зерно и сразу для вас скажу что не обязательно там чувствовать вкус манго гуавы и прочего это приходится временем это не у всех получается это сложно это сенсорное восприятие но всех разные его надо тренировать для начала чтобы понравился вам кофе или нет определяйте такие классические понятия как сладкий горький соленый кислый вот начинайте работать именно с этим я думаю это прям для начала самое удобное итак пробуем первый кофе это будет у нас гватемала среднее тело немного вяжущие горечь тоже тут среднее сладость тоже не сильно яркая и кислотность ниже среднего чашки которая простояла дольше простояла где мы на пятой минуте как раз скрывали шапку кислотность немножко поднялась и она стала такая более комплексной ну это такой характерный мне кажется для гаватемалы кофе потому что во вкусе есть цитрусы также есть темный шоколад немножко табачные нотки какие-то но он такой в принципе кофе этот хорошо подойдет то не любит очень яркий такой кислотный кофе едем дальше следующий кофе который у нас будет это тени это реально вкусно тени боюсь даже предположить что это как раз смытая обработка здесь очень высокая сладость высокая кислотность горечи практически нету она выражается шиповником вот во вкусе очень много красной смородины малины ну то есть ягодная такая получается и что самое примечательное за что я люблю кению когда в кении нет томатов здесь нет во вкусе томатов это реально круто и сейчас сравним где какая чашка лучше заварилась тоже возможно я не прав но мне чашка нравится которая настаивалась пять минут потому что она более яркая более раскрытая по вкусу получаются на интенсивнее так сказать а для каппинга это хорошо так едем дальше это будет у эфиопия конжи и так пробуем круто в принципе кофе хороший такой чуть выше средней сладостью средней такой кислотностью и с низкой горечью вот он тело такой чайная получается классическая для эфиопии вот по вкусу не знаю как по мне там есть бергамот какие-то косточковые ну то есть есть варенье из роз если пробовали вот но мне нравится этот кофе боюсь предположить что это даже натуральная обработка потому что делают чуть такое плотноватые здесь мне больше нравится чашка которая выставилась четыре минуты вот она чуть тельнее получилось не так сильно вот вышла как раз высокая сладость то есть на более сбалансированных так едем дальше это у нас как я понимаю дакав гватемала вот давайте попробуем ну сразу скажу дакав всегда получается кислотней но возможно я не так много кофе попробовал не знаю на самом деле сбалансированная чашка ничто нигде не выбивается из вкуса вот таким ярым дескриптором который тебе прям в лицо бьет это черный слив прям или вот этот абрикос сушеный вот вот прям вот такие вот сухофрукты они очень ярко выражены здесь во вкусе круто и у нас остался последний лот это будет суматера но по вкусу реально смотря есть суматера пробовал я пару раз ферментированную конечно но здесь такая средняя горечь но она приятная для тех кто любит вот такие вот табачные древесные нотки вот она именно ими выражается вот у нее хорошая средняя кислотность суматера чаще всего кислотность такая вот получается цитрусовая яблочная вот всякими лаймами бьет лимонами вот есть и такая вот это сладость но она теряется за счет как раз яркой кислотности с горечью в этом симбиоте вот поэтому тут во вкусе как по мне есть какая-то земляника на самом деле мне весь кофе понравился хотел бы я больше всего наверное отметить скорее всего это суматера вкатило очень эфиопия вкатило очень и вкатило очень тени вот остались две гатемалы вот но как бы тут самое главное что вы должны понимать у каждого человека разный вкус каждому человеку нравятся разные мне это понравилось больше всего но возможно вам понравится наоборот это будет так 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 нежели как я сказал я просто говорю свою оценку то что я почувствовал то что мне нравится то что я пью вот но чтобы вы могли согласиться со мной или согласиться вам стоит попробовать этот кофе и составить какую-то оценку себя в голове про него однозначно что я могу сказать про этот кофе он мне понравился что-то понравилось больше что-то понравилось меньше но я же человек у меня свои вкусы вот что мы скажем относительно двух методик каппинга по методике бариста хассел чашка заварилась сильнее то есть она была немножко поярче по вкусу но в принципе для оценки кофе как для обычного человека так и для бариста разница была не столь велика еще хочу заметить что кофе был обжарен под профиль о мне обжарки то есть этот кофе хорошо подходит как и для эспрессо так и для альтернативных методов заваривания но чтобы подобрать профайл это уже отдельная история который мы посвятим следующий выпуск где мы уже выберем кофе и заварим его разными методами чтобы показать как это влияет на вкус как раскрывается корс какими он начинает играть нотками что становится сильнее кислотность либо сладость либо горечь в принципе это такое обширное занятие вот поэтому это все вы увидите уже в следующем выпуске поэтому если вам понравилось это видео я надеюсь что она вам понравилась ставьте лайки делайте репосты подписывайтесь на канал с вами была фабрика чая и кофе право